Шум и движение происходили в Запорожском таборе. Сначала никто не мог дать верного ответа. Как случилось, что войска прошли в город? Потом уже оказалось, что весь Переславский курень, расположившийся перед боковыми городскими воротами, был пьян-мертвецкий. Стало быть, девице нечего, что половина была перебита, а другая перевязана прежде, чем все могли узнать, в чем дело. Пока мисс ближние курени, разбуженные шумом, успели схватиться за оружие, войско уже уходило в ворота, и последние ряды отстреливались от устремившихся на них в беспорядке сонных и полупротрезвившихся запорожцев. Кашевой дал приказ собраться всем, и когда все стали в круг и затихли, снявши шапки, он сказал. Так вот, что по нове братове случилось в эту ночь, вот до чего довел хмель. Вот какое поруганье оказал нам неприятель. У вас видно уже такое заведение. Коли позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христово воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо вам начихает, так вы того не услышите. Казаки все стояли, понурив головы, зная вину. Один только незамайновский куренный атаман Кокупенко отозвался. «Постой, батька», — сказал он. «Хоть оно и не в законе, чтобы сказать, какое возражение, когда говорит Кашевой перед лицом всего войска, да дело не так было, так нужно сказать. Ты не совсем справедливо попрекнул все христианское войско. Казаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились в походе, на войне, на трудной тяжкой работе. Но мы сидели без дела, маячились попусту перед городом. Ни поста, ни другого христианского воздержания не было. Как же может статься, чтобы на безделье не напился человек? Греха тут нет. А мы вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добре, а уж теперь побьем так, что и пятни унесут домой». Речь куренного атамана понравилась казакам. Они приподняли уже совсем было понурившиеся головы, и многие одобрительно кивнули головой, примолвившие. «Добре», — сказал Кокупенко. А Тарас Бульба, стоявший недалеко от Кашевого, сказал. «А что, Кашевой, видно, Кокупенко правду сказал. Что ты скажешь на это?» «А что скажу? Скажу, блажен и отец, родивший такого сына. Еще небольшая мудрость сказать укорительное слово. Но большая мудрость сказать такое слово, которое бы, не поругавшись над бедой у человека, ободрило бы его, предало бы духу ему, как шпоры предают духу коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кокупенко догадался прежде». «Добре», — сказала Кашевой, — отозвалась в рядах запорожцев. «Доброе слово», — повторили другие. И самые седые, стоявшие, как сизые голуби, и те кивнули головою, и, моргнувшись седым усом, тихо сказали. «Добре сказанное слово». «Слушайте же, панове», — продолжал Кашевой. «Брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные немецкие мастера, пусть ей враг прикинется, и неприлично, и неказацкое дело». А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город не с большим запасом. Телег что-то было с ним немного. Народ в городе голодный. Стало быть, все съест духом, да и коням тоже сено. Уж я не знаю, разве с неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой. Только про это еще Бог знает. А ксензы-то их гораздо на одни слова. За тем или за другим, а уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами пять курений, перед другими по три курения. Дядь Кивский и Корсунский курень на засаду. Полковник Тарас с полком на засаду. Тетеревский и Тымашевский курень на запас с правого боку обоза. Щербиновский и Стебликивский верхний с левого боку. Да выбирайтесь из ряду молодцы, которые позубастия на слово задирать неприятеля. Уляха пустоголовая натура. Брани не вытерпит. И может быть сегодня же все они выйдут из ворот. Куренные атаманы, перегляди всякий курень свой. У кого недочет, пополни его останками Переяславского. Так распоряжал Кашевой, и все поклонились ему в пояс и, не надевая шапок, отправились по своим вазам и таборам. И когда уже совсем далеко отошли, тогда только надели шапки. Все начали снаряжаться. Пробовали сабли и палаши, насыпали порох из мешков в пороховницы, откатывали и становили вазы и выбирали коней. Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог придумать, куда девался Андрей, полонили ли его вместе с другими и связали сонного. Только нет, не таков Андрей, чтобы отдаться живым в плен. Между убитыми казаками тоже не было его видно. Задумался крепко Тарас и шел перед полком. Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был не выжжен еще казаками. И запорожцы, и пешие, и конные выступали на три дороги к трем воротам. В городе услышали казацкое движение. Все высыпали на вал, и предстала перед казаками живая картина. Польские витязи, один другого красивей, стояли на валу. Медные шапки сияли, как солнце, оперенные белыми, как лебедь перьями. На других были легкие шапочки, розовые и голубые, с перегнутыми набекрень верхами. Кафтаны с откидными рукавами, шитые золотом и просто выложенные шнурками. У тех сабли и оружие в дорогих оправах, за которые дорого приплачивались паны. И много было всяких других убранств. Напереди стоял спесива в красной шапке, убранной золотом, буджаковский полковник. Грузин был полковник, всех выше и толще. И широкий дорогой кафтан в силу облекал его. На другой стороне, почти к боковым воротам, стоял другой полковник, небольшой человечек, весь высохший. Но малые зоркие очи глядели живо из-под густо наросших бровей. И оборачивался он скоро на все стороны, указывая бойко тонкою сухою рукою своею, раздавая приказания. Видно было, что, несмотря на малое тело свое, знал он хорошо ратную науку. Недалеко от него стоял Харунжий, длинный-длинный, с густыми усами, и, казалось, не было у него недостатков краски на лице. Любил пан крепкие меды и добрую пирушку. И много было видно за ним и всякой шляхты, вооружившейся кто на свои червонцы, кто на королевскую казну. Казацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было на них ни на ком золота, только разве кое-где блестело оно на сабельных рукоятях и ружейных оправах. Не любили казаки богатого режаться на битвах. Простые были на них кольчуги и свиты, и далеко чернели и червонели, черные червоно верхи, бараньи их шапки. Два казака выехало вперед из запорожских рядов. Один еще совсем молодой, другой постарее. Оба зубастые на слово надела тоже неплохие казаки. Ахрим наш и Макыта Голокопытенко. Следом за ними выехал и Демит Попович. Коренастый казак, уже давно маячивший насечи, бывший под Андрианополем и много натерпевшийся на веку своем. Горел в огне и прибежал насечь с обсмоленную, почерневшую головою и выгоревшими усами. Но раздобрел вновь Попович, пустил за ухо оселедец, вырастил усы густые и черные, как смоль. И крепок был на едкое слово Попович. А, красные жупаны на всем войске. Да хотел бы я знать, красная ли сила у войска. Вот я вас, кричал сверху дюжий полковник. Всех перевяжу. Отдавайте, холопы, ружья и коней. Видели, как перевязал я ваших? Выведите им навал запорожцев. И вывели навал скрученных веревками запорожцев. Впереди их был куренный атаман-хлип, без шаровар и верхнего убранства, так как схватили его хмельного. Потупил в землю голову атаман, стыдясь ноготы своей перед своими же казаками, и что попал в плен, как собака сонной. И в одну ночь посидела крепкая голова его. Не печалься, хлип, выручим! Кричали ему снизу казаки. Не печалься, друзьяка! Отозвался куренный атаман-бородатый. В том нет вины твоей, что схватили тебя нагово. Беда может быть со всяким человеком. Но стыдно им, что выставили тебя на позор, не прикрывши прилично ноготы твоей. — Вы, видно, на сонах людей храброе войско! — говорил, поглядывая на вал Голокопытенко. — Вот погодите, обрежем мы вам чубы! — кричали им сверху. — А хотел бы я поглядеть, как они нам обрежут чубы! — говорил Попович, поворотившись перед ними на коне. А потом, поглядевши на своих, сказал. — А что ж, может быть, ляхи и правду говорят? Коли выведет их вот тот пузатый, им всем будет добрая защита! — А чего ж ты думаешь, будет им добрая защита? — сказали казаки, зная, что Попович верно уже готовился что-нибудь сказать. — А от того, что позади его упрячется все войско, и уж черта с два из-за его пуза достанешь которого-нибудь копьем! Все засмеялись казаки, и долго многие из них еще покачивали головою, говоря, — Ну уж, Попович, уж коли кому закрутят слово, так только ну! Да уж и не сказали казаки, что такое ну! — Отступайте, отступайте скорее от стен! — закричал Кашевой, ибо ляхи, казалось, не выдержали едкого слова, и полковник махнул рукой. Едва только постранились казаки, как грянули с валу картечью. На валу засуетились, показался сам седой воевода на коне. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выехали ровным конным строем шитые гусары. За ними кольчужники, потом латники с копьями, потом все в медных шапках, потом ехали особняком лучшие шляхтичи, каждый одетый по-своему. Не хотели гордые шляхтичи смешаться в ряды с другими, и у которого не было команды, тот ехал один с своими слугами. Потом опять ряды, и за ними выехал Харунжий. За ним опять ряды, и выехал дюжий полковник. А позади всего уже войска выехал последним низенький полковник. — Не давать им, не давать им строиться и становиться в ряды! — кричал Кашевой. — Разом напирайте на них все курени! Оставляйте прочие ворота! Тыторевский курень, нападай сбоку! Дядькивский курень, нападай с другого! Напирайте на тыл кукубенка и полывода! Мешайте, мешайте и разните их! И ударили со всех сторон казаки, сбили и смешали их, и сами смешались. Не дали даже и стрельбы произвести. Пошло дело на мечи да на копья. Все сбились в кучу, и каждому привел случай показать себя. И польстелся корыстью бородатый, нагнулся, чтобы снять дорогие доспихи. И не услышал бородатый, как налетел на него сзади красноносый Харунжий, уже разбитый им с седла и получивший добрую зазубрину на память. Размахнулся он со всего плеча и ударил его саблей по нагнувшейся шее. Как плавающий в небе ястреб, давший много кругов сильными крылами, вдруг останавливается распластанной на одном месте и бьет оттуда стрелой на раскричавшегося у самой дороги самца перепела. Так Тарасов сын Остап налетел вдруг на Харунжева и сразу накинул ему на шею веревку. Попогровило еще сильнее красное лицо Харунжева, когда затянуло ему горло жестокая петля. Схватился он был и за пистолет, но судорожно сведенная рука не могла направить выстрела и даром полетела в поле пуля. Остап тут же у его же седла отвязал шелковый шнур, который возил с собой у Харунжей для вязания пленных, и его же шнуром связал его по рукам и ногам, прицепил конец веревки к седлу и поволок его через поле, взывая громко всех казаков уманского курения, чтобы шли отдать последнюю честь атаману. Как услышали уманцы, что куренного их атамана Бородатого нет уже в живых, бросили поле битвы и прибежали прибрать его тело. И тут же стали совещаться, кого выбрать в куренные. Наконец сказали, да на что совещаться, лучше не можно поставить в куренные никого, кроме Бульбенко Остапа. Он, правда, младший всех нас, но разум у него, как у старого человека. Остап, сняв шапку, всех поблагодарил казаков товарищей за честь. Не стал отговариваться ни молодостью, ни молодым разумом, зная, что время военное и не до того теперь, а тут же повел их прямо на кучу и уж показал им всем, что недаром выбрали его в атаманы. Почувствовали ляхи, что уже становилось дело слишком жарко. Отступили и перебежали поле, чтобы собраться на другом конце его. А низенький полковник махнул на стоявшие отдельно у самых ворот четыре свежие сотни и грянули оттуда кортичью в казацкие кучи. Но мало кого достали. Пули хватили по быкам казацким, дико глядевшим на битву. Взревели испуганные быки, поворотили на казацкий табор, переломали вазы и многих перетоптали. Но Тарас в это время, вырвавшись из засады своим полком, с криком бросился на впереймы. Поворотилась назад все бешеное стадо, испуганное криком, и метнулась на ляжские полки, опрокинула конницу, всех смяла и рассыпала. «О, спасибо вам, валы!» – кричали запорожцы. «Служили всю походную службу, а теперь и военную сослужили». И ударили с новыми силами на неприятеля. Много тогда перебили врагов. Многие показали себя. Метелыца, шила, оба писаренки, вовтузенка и немало было всяких других. Увидели ляхи, что плохо наконец приходят, выкинули хорубь и закричали отворять городские ворота. Со скрыпом отворились обитые железом ворота и приняли толпившихся, как овец в овчарню, изнуренных и покрытых пылью всадников. Многие из запорожцев погнались было за ними, но Остап своих уманцев остановил, сказавши. «Подальше, подальше, паны братья от стен, не годится близко подходить к ним». И правду сказал, потому что со стен грянули и посыпали всем, чем не попало, и многим досталось. В это время подъехал Кашевой и похвалил Остапа, сказавши. «Вот и новый атаман, а ведет войско так, как бы и старый, оглянулся старый бульба поглядеть, какой там новый атаман, и увидел, что впереди всех уманцев сидел на коне Остап, и шапка заломлена на бекрень, и атаманская палица в руке. «Вишь ты какой!» сказал он, глядя на него. И обрадовался старый, и стал благодарить всех уманцев за честь оказанную сыну. Казаки вновь отступили, готовясь идти к таборам, а на городском валу вновь показались ляхи, уже с изорванными епанчами. Запеклась кровь на многих дорогих кафтанах, и пылью покрылись красивые медные шапки. «Что, перевязали?» – кричали им снизу запорожцы. «Вот я вас!» – кричал все так же сверху толстый полковник, показывая веревку. И все еще не приставали грозить запыленные, изнуренные воины, и перекинулись с обеих сторон все бывшие позадорнее бойкими словами. Наконец разошлись все. Кто расположился отдыхать, истомившись от боя? Кто присыпал землей свои раны и драл на перевязки платки и дорогие одежды, снятые с убитого неприятеля? Другие же, которые были посвежее, стали прибирать тела и отдавать им последнюю почесть. Еще солнце не дошло до половины неба, как все запорожцы собрались в круги. Из сечи пришла весть, что татары во время отлучки казаков ограбили в ней все, вырыли скарб, который втайне держали казаки под землею, избили и забрали в плен всех, которые оставались, и со всеми забранными стадами и табунами направили путь прямо к перекопу. Один только казак, Максим Голодуха, вырвался дорогою из татарских рук, заколол мерзу, отвязал у него мешок с цехинами и на татарском коне в татарской одежде полтора дня и две ночи уходил от погони, загнал насмерть коня, пересел дорогою на другого, загнал и того, и уже на третьем приехал в запорожский табор, разведав на дороге, что запорожцы были под дубном. Только и успел объявить он, что случилось такое зло. Но отчего оно случилось? Курнули ли оставшиеся запорожцы по казацкому обычаю и пьяными отдались в плен? И как узнали татары место, где был зарыт войсковой скарб? Того ничего не сказал он. Сильно истомился казак. Распух весь, лицо пожгло и опалило ему ветром. Упал он тут же и заснул крепким сном. В подобных случаях водилось у запорожцев гнаться в ту же минуту за похитителями, стараясь настигнуть их на дороге, потому что пленные как раз могли очутиться на базарах Малой Азии, в Смирне, на Критском острову, и бог знает, в каких местах не показались бы чубатые запорожские головы. Вот отчего собрались запорожцы. Все до единого стояли они в шапках, потому что пришли не с тем, чтобы слушать по начальству атаманский приказ, но совещаться, как ровные между собою. «Давай совет прежде старшие!» – закричали в толпе. «Давай совет Кашевой!» – говорили другие. И Кашевой снял шапку уже не так, как начальник, а как товарищ, благодарил всех казаков за честь и сказал. «Много между нами есть старших и советом умнейших, но коли меня почтили, то мой совет – не терять товарища времени и гнаться за татарином, ибо вы сами знаете, что за человек татарин. Он не станет с награбленным добром ожидать нашего прихода». А мигом размытарит его, так что и следов не найдешь. «Так мой совет – идти. Мы здесь уже погуляли, ляхи знают, что такое казаки. За веру, сколько было по силам отмстили. Корысти же с голодного города немного. Итак, мой совет – идти». «Идти» – раздалось голосно в запорожских куринях. Но Тарасу Бульбу не пришлись по душе такие слова. И навесил он еще ниже на очи своих мурные, своих мурые из черно-белой брови, подобные кустам, повыраставшим по высокому темени горы, которых верхушки вплоть занес иглистый северный иней. «Нет, не прав совет твой, Кашевой», – сказал он. «Ты не так говоришь. Ты позабыл, видно, что в плену остаются наши, захваченные ляхами. Ты хочешь, видно, чтобы оставили бы собратьев своих на то, чтобы с них с живых содрали кожу или, исчетвертовав на части казацкое тело, развозили бы их по городам и селам, как сделали они доселись с гетьманом и лучшими русскими витязями на Украине? Разве мало они поругались и без того на цветыню? Что ж мы такое? – спрашиваю я всех вас. Что ж за казак тот, который кинул в беде товарища, кинул его как собаку пропасть на чужбине? Коли уж на то пошло, что всякий ни во что не ставит казацкую честь, позволив себе плюнуть в седые усы свои и попрекнуть себя обидным словом, так не укорит же никто меня. Один остаюсь». Поколебались все стоявшие запорожцы. «А разве ты позабыл, мравый полковник? – сказал тогда Кошевой, – что у татар в руках тоже наши товарищи, что если мы теперь их не выручим, то жизнь их будет продана на вечное невольничество язычникам, что хуже всякой лютой смерти. Позабыл разве, что у них теперь вся казна наша, добытая христианской кровью?» Задумались все казаки и не знали, что сказать. Никому не хотелось из них заслужить обидную славу. Тогда вышел вперед всех старейшей годами во всем запорожском войске Касьян Бавдюк. В чести был он от всех казаков. Два раза уже был избираем Кошевым и на воинах тоже был сильно добрый казак. Но уже давно состарился и не бывал ни в каких походах. Не любил тоже и советов давать никому. А любил старый вояка лежать на боку у казацких кругов, слушая рассказы про всякие бывалые случаи и казацкие походы. Никогда не вмешивался он в их речи, а все только слушал, да прижимал пальцем золу из своей коротенькой трубки, который не выпускал изо рта. И долго сидел он потом, прижмурив слегка очи, и не знали казаки, спал ли он или все еще слушал. Все походы оставался он дома. На сей раз разобрало старого. Махнул рукой у казацки и сказал, «А никуда пошло? Пойду и я. Может, в чем-нибудь буду пригоден казачеству». Все казаки притихли, когда выступил он теперь перед собранием, ибо давно не слышали от него никакого слова. Всякий хотел знать, что скажет Бавдюк. «Пришла очередь и мне сказать слово, паны, братья». Так он начал. «Послушайте, дети старого». «Мудро», — сказал Кашевой. «И как глава казацкого войска, обязанный приберегать его и печись о войсковом скарбе, мудрее ничего он не мог сказать. Вот что. Это пусть будет первая моя речь. А теперь послушайте, что скажет моя другая речь. И вот что скажет моя другая речь. Большую правду сказал и Тарас полковник. Дай Боже ему побольше веку, и чтоб таких полковников было побольше на Украине. Первый долг и первая честь казака есть соблюсти товарищество. Сколько не живу я на веку, не слышал я, паны, братья, чтобы казак покинул где или продал как-нибудь своего товарища. И те, и другие нам товарищи. Меньше их или больше, все равно. Все товарищи, все нам дороги. Так вот какая моя речь. Те, которым милы, захваченные татарами, пусть отправляются за татарами. А которым милы, полоненные ляхами и не хочется оставлять правого дела, пусть остаются. Кашевой подолгу пойдет с одной половиной за татарами, а другая половина выберет себе наказного атамана. А наказным атаманам, коли хотите послушать белой головы, не пригоже быть никому другому, как только одному Тарасу Бульбе. Нет из нас никого, равного ему в доблести. Так сказал Бавдюк и затих. И обрадовались казаки, что навел их таким образом на ум старый. Все вскинули вверх шапки и закричали. Спасибо тебе, батько. Молчал, молчал, долго молчал. Да вот, наконец, и сказал. Недаром говорил, когда собирался в поход, что будешь пригоден казачеству. Так и сделалось. Что, согласны вы на то? Спросил Кашевой. Все согласны, закричали казаки. Стало быть, ради конец? Конец ради, кричали казаки. Слушайте же теперь войскового приказа, дети. Сказал Кашевой, выступил вперед и надел шапку. А все запорожцы, сколько их ни было, сняли свои шапки и остались непокрытыми головами, утупив очи в землю. Как бывало всегда между казаками, когда собирался, что говорить старший. Теперь отделяйтесь, паны, братья. Кто хочет идти, ступай на правую сторону. Кто остается, отходи на левую. Куды большая часть курения переходит, туда и атаман. Коль меньшая часть переходит, приставай к другим курениям. И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону. Которого курения большая часть переходила, туда и куренный атаман переходил. Которого малая часть, та приставала к другим курениям. И вышла без малого не поровну на всякой стороне. Захотели остаться весь почти Назамайновский курень, большая половина Поповического куреня, весь Уманский курень, весь Каневский курень, большая половина Стебликевского куреня, большая половина Тымашевского куреня. Все остальные вызвались идти в догон за татарами. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых казаков. Между теми, которые решились идти вслед за татарами, был чреватый, добрый старый казак Покатыполе, Лемеш, Прокопович Хама. Демит Попович тоже перешел туда, потому что был сильно завзятого нрава казак, не мог долго высидеть на месте. С ляхами попробовал уже он дело, хотелось попробовать еще с татарами. Куренные были Настюган, Покрышка, Невылычкий и много еще других славных и храбрых казаков захотело попробовать меча и могучего плеча в схватке с татарином. Немало было также сильно и сильно добрых казаков между теми, которые захотели остаться. Куренные Демитрович, Кукубенко, Вертыхвист, Балабан, Бульбенко-Остап. Потом много было еще других именитых и дюжих казаков. Вовтузенко, Черевыченко, Степан Гуска, Ахрим Гуска, Микола Густый, Задорожный, Метелоца, Иван Закрутый Губа, Мосьй Шила, Дегтяренко, Сыдаренко, Пысаренко, потом другой Пысаренко, потом еще Пысаренко и много было других добрых казаков. Все были хожалые, езжалые, ходили по Анатольевским берегам, по Крымским солончакам и степям, по всем речкам большим и малым, которые впадали в Днепр, по всем заходам и Днепровским островам, бывали в Молдавской, Воложской, в Турецкой земле, изъездили все Черное море двухрульными казацкими челнами, нападали в пятьдесят челнов в ряд на богатейшие и превысокие корабли, перетопили немало турецких галер и много-много выстрелили пороху на своем веку. Такие-то были казаки, захотевшие остаться и отмстить ляхам за верных товарищей и Христову веру. Старый казак Бавдюк захотел также остаться с ними, сказавши «Теперь не такие мои лета, чтобы гоняться за татарами, а тут есть место, где опочить добрую казацкую смертью. Давно уже просил я у Бога, чтобы, если придется кончать жизнь, то чтобы кончить и ее на войне за святое и христианское дело». Так оно и случилось. Славнейшей кончины уже не будет в другом месте для старого казака. Когда отделились все и стали на две стороны в два ряда курениями, Кашевой прошел промеж рядов и сказал «А что, панове, братове, довольны одна сторона другою?» «Все довольны, батько», – отвечали казаки. «Ну, так поцелуйтесь же и дайте друг другу прощание, ибо Бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете. Сами знаете, что велит казацкая честь». И все казаки, сколько их ни было, перецеловались между собою, начали первые атаманы и, поведши рукою седые усы свои, поцеловались навкрест и потом взялись за руки и крепко держали руки. Хотел один другого спросить «Что, пане, братья, увидимся или не увидимся?» Да не спросили, замолчали. И загадались обе седые головы. А казаки все до одного прощались, зная, что много будет работы тем и другим. Но не повершили, однако, что час разлучится, а повершили дождаться темной ночной поры, чтобы не дать неприятелю увидеть убыль в казацком войске. Потом все отправились по курениям обедать. После обеда все, которым предстояла дорога, легли отдыхать и спали крепко и долгим сном, как будто чуя, что, может, последний сон доведется им вкусить на такой свободе. Спали до самого заходу солнечного. А как зашло солнце и немного стемнело, стали мазать телеги. Снарядясь, пустили вперед вазы, а сами, пошепковавшись еще раз с товарищами, тихо пошли вслед за вазами. Конница чинно, без покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотела вслед за пешими, и скоро стало их не видно в темноте. Глухо отдавалась только конская топь до скрыб иного колеса, которое еще не расходилось или не было хорошо подмазано за ночную темнотою. Долго еще остававшиеся товарищи махали им издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своим местам, когда увидели при высветившихся ясно звездах, что половины телег уже не было на месте, что многих, многих нет, невесело стало у всякого на сердце, и все задумались идти против воли, утупивши в землю гуливые свои головы. Тарас видел, как смутны стали казацкие ряды, и как уныние, неприличное храброму, стало тихо обнимать казацкие головы, но молчал. Он хотел дать время всему, чтобы пообыклись они и к унынию, наведенному прощанием с товарищами. Субтитры создавал DimaTorzok